Рядовые будни превратили в шумный праздник спасателей 300-й пожарной части МОЗ «Облпошспаса» из Медвежьих озёр. Взяли и устроили день открытых дверей с показательными выступлениями, мастер-классами и выставкой спасательного снаряжения. Настоящий подарок гостям на День города Щелково. Мы постоянно совершенствуем себя все 24 часа. И всегда готовы в любое время дня и ночи выехать и оказать вам ту помощь, которую мы можем вам оказать в случае какой-нибудь нештатной ситуации. Часто на пульт диспетчера приходит сигнал от жителей, оказавшихся запертыми за металлической дверью. Как вытащить человека из домашнего плена? В пожарной части этому приёму обучены все. Гости тоже могли попробовать. И чтобы сократить время проникновения в квартиру, так что могут быть пристрадавшие, мы используем аварийно-спасательный инструмент. Такой, как хулиган, ну это с английского слова хулиган, и обычная кувалда. Пожарные автовышки, цистерны на полном приводе, любую машину. Можно посмотреть, что называется, изнутри. Пожарно-техническое оборудование, наборы для оказания первой медицинской помощи, всё это можно увидеть в день открытых дверей. Очень интересно, и самое главное, что всё оборудование рабочее и буквально в любую минуту может быть использовано по назначению. Буквально даже недавно, вот у нас были случаи, прошёл ураган, наши спасатели очень много машин достали из-под завалов, освободили проезды. А вот гидравлическое оборудование, в котором спасатели приподнимают упавшие деревья и опрокинувшиеся автомобили. Сделали у нас подушки для поднятия блоков, здание, если обрушилось, машину там перернулось. Подсовываем и потихоньку поднимаем. С закрытыми глазами щёлковские спасатели находят спрятанного в боксе манекена. В реальной жизни так пожарные ищут людей в задымлённой комнате. Работают на высоте. Пожарный первого караула спасатель третьего класса Олег Окружнов при помощи альпинистского снаряжения снимает с пятиметровой высоты своего коллегу, пожарного Никиту Макеева. Такое увидишь разве что на День города. На территории городского округа Щёлково находится самая лучшая пожарная часть, наверное, в России, так она призвана. И люди должны знать о работе тех, кто стоит на страже законности, правопорядка и кто рискует своей жизнью. Какой же праздник без фокусов и трюков? Шоумен из Болгарии Петер Аценов выступил с акробатической программой, от которой кровь застывала в жилах. Это самое безопасное место на самом деле выступать, да, с огнём. Так что, ну и тем более, ребята каждый день борются с этой стихией. За трофеи вкусняшки честно боролись четвероногие друзья спасателей, собаки Корги и их хозяева. С ними была и Маруся, добродушный талисман щёлковских спасателей. На полянке развернулся занимательный корж-бояр, весёлая эстафета и увлекательный квест. Ради такого общения владельцы Корги готовы приезжать в Щёлково снова и снова. Мы давно знаем Марусю и с удовольствием сюда приезжаем. Это очень интересно, собственно говоря, вот и сыну интересно что-то новое узнать. Сегодня он попробовал из-за гидранта в мишени попадать. Очень понравилась и сама часть, и люди, которые в ней работают, и программу, которую они нам устроили. У развлекательной программы есть свой понятный смысл. Оказался в беде, не теряй время, позови на помощь спасателей. Михаил Налётов, Александр Оржевский, Щёлковское телевидение. Субтитры создавал DimaTorzok